У нас вообще критическая ситуация с водоснабжением. И я считаю, что эта ситуация невозможна в период пандемии, когда еще не сняты ограничения, когда вопросы гигиены, это я говорю как врач, стоят на первом месте. И с водой нельзя элементарно помыть руки. Жители многоэтажных домов и одноэтажных, в которых живу я, вода не поднимается даже до горячего водоснабжения, не говоря уже о чисто гигиенических потребностях, когда нельзя смыть после удовлетворения естественных потребностей в туалете. Прошу прощения за мавитон. Плюс, люди работают, не могут элементарно помыться, постирать. У всех стиральные машинки, автоматы. Плюс, у людей есть, люди держат подсобное хозяйство. Есть скотина, есть домашние животные. Есть, в конце концов, подсобное хозяйство в виде приусадебных участков и садов. В этих условиях полупустыни Астраханской, когда путем многолетних трудов выращены садовые деревья, облагораживаются улицы, приусадебные участки, дома. Невозможность полива приводит к гибели деревьев. Высаженные рассады, кустарники. В данный момент на ситуацию, мне кажется, никто не обращает внимания. Хотя все отлично знают, что многолетняя традиция. Я, как коренной житель, могу сказать, что раньше в условиях Астраханской области и в поселках Нижний и Верхний и Воскончат платили безводные ввиду малого количества воды. Когда заглушены все скважины, эта ситуация должна быть на особом контроле. Ее должны были мониторить. А сейчас, когда допущена такая ситуация, что в течение двух недель нет воды с небольшим перебоем до трех, это просто вопиющая, я считаю, халатность и внебрежение к своему народу, к своей родине малой, к своему поселку. Дальше начнутся только эмоции, поэтому я закончу свое выступление. Спасибо.